Такой концентрации шпилек на один квадратный метр театрально-концертный зал «Карнавал» не видел давно, а вернее с прошлого марта. Пятая по счету Петербургская неделя «Женщина года» в очередной раз собрала представительниц слабого пола, которые не устают доказывать миру. Слабыми их назвали зря. Мы из года в год собираем самых замечательных петербургских женщин, которые достигли потрясающих успехов в своих профессиях. И это именно профессиональный конкурс, потому что он и проходит по номинациям, связанным именно с реализацией их профессии. Победительницы во всех 14 номинациях уже известных выбирали путем голосования на сайте форума. Огласят их уже вечером в пятницу. Имена большинства номинантов широкой публике не знакомы. В этом году медийных персон представляет только начальница управления Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева. Но в своих сферах эти женщины считаются лидерами и авторитетами, покруче мужчин. Вы не просто красивые, не просто обаятельные, вы действительно сильные духи. Вот та часть общества, которая смогла доказать и показать всем, условно в том числе и мужчинам, что может женщина. Но оглашение победителей не апогей мероприятия. Помимо церемонии в программе форума, круглые столы, благотворительные акции, концерты и выставки. Одна из них сильные духом о том, где известные петербургские дивы черпают вдохновение. Я живу недалеко от Смольного и часто очень хожу туда гулять. И мне нравится архитектура, мне нравится там микроклимат. Я дитя двух народов, у меня отец грузин, мама татарка. Попробовать найти в нашем толерантном городе такое место, где две вот эти культуры, ну, в своем религиозном основании могли бы сочетаться. Пока в проекте участвует не так много петербургских знаменитостей. Но участники петербургской недели уже высказали мнение, что подобная выставка должна стать новой традицией форума. Мы представили фотографию дуэтной, мы представили актрис на сцене, да, потому что они привычны там, скажем так. И в пространстве Петербурга, где основными архитектурными доминантами служили соборы и храмы Санкт-Петербурга. Основной посыл форума – привлечь внимание к важным не только для женщин проблемам, таким как проблемам малого бизнеса или вопросам семьи. Неудивительно, что интересен он и для мужчин. В этом году к работе на форуме привлечены также иностранные специалисты из Германии, США и Финляндии. Людмила Бурим, Евгений Богатов, Евгений Нестеров. Петербургская неделя.